Меня зовут Анна, я представляю Интеграционный центр «Такие же дети». Мы были частью гражданского содействия в 20 лет, но сейчас вышли в отдельное юридзо, хотя регулярно находимся постоянно на связи с содействием по родственным вопросам, по устройствам у детей в школы, по каким-то юридическим вопросам, по множеству тем. Мы занимаемся интеграцией детей от 3 до 17 лет, у нас занятия в шести разных программах. Дети как трудовых мигрантов, так и беженцев, то есть у нас дети из Средней Азии, из Афганистана, из Зимбабве, Куанга, Нигерии, Кутуара, откуда угодно. Детей, и в этом году у нас было 90 детей, до этого было чуть меньше. Мы прекрасно понимаем, что у нас тоже выборка довольно получается такая, сложно, ну как-то совсем такая. Плюс у нас все-таки дети, родители которых приходят в гражданское содействие, которые обращаются за помощью в реализации, в получении стопуса береза, либо за вредным убежищем, и поэтому у нас все-таки это как-то такой перекос в сторону тех семей, которые обращаются в конкретное содействие. Это совсем не вся система, не вся картина. Мы, конечно, по многим вопросам тут у нас тоже наработаны какие-то свои лайфхаки, или наоборот, недоумения, годами увеличивающиеся. Мы действительно с Максатом и с проектом Вери, мы пытаемся сейчас понять, какие вообще есть, существуют на данный момент в Москве и в области, возможности для мигрантов и беженцев каким бы то ни было образом добрать те права, которые они либо не знают, либо доступ к которому затруднён для них, и распространять, это действительно может быть правда полезнее в электронном виде, чем в бухгалете, но это просто как задумка, пока хотелось, нужно попытаться хотя бы сделать, а там уже формат будет вторичных вопросов. Мы сейчас еще проводим, начали проводить семинар по интеграции, обучению детей специалистов со всей страны, куда мы, собственно, как раз вас и зовём. Там мы обсуждаем вопросы самые-самые насущные, начиная с того, каким, собственно, образом, кто в Москве, в области, в Новосибирске, в Иркутске, в Петербурге, где угодно, занимается, кто каким образом вообще взаимодействует с детьми мигрантов, какие у кого вопросы, какие сложности и как вообще ситуация обстоит. Помимо этого мы туда приглашаем также специалистов для того, чтобы у нас была какая-то статистика, потому что официальной статистики от ФРУМАЭС нет, в школы никого социолог практически не пускают, если пускают, то с такими боями, что просто мы потом слышим просто, ну разве что не вопли, не гнипатериозы, а там про доступ к кем-то другим дологам тоже довольно-таки затруднен. Поэтому нам нужна, конечно, тоже вся статистика, безумно приятно, что есть вот какое-то количество информации, которые нам можно потом на практике как-то использовать, потому что у нас регулярно вопросы возникают. И у нас, кстати, у гражданского содействия, которое занимается, именно обращениями людей за статусом убеженцев, за временным убежием. Мы регулярно сталкиваемся с огромным просто спектром вопросов, связанных с медициной, с образованием, с какими-то путовыми вопросами. И это действительно, ну, у нас, конечно, картина не настолько, естественно, полная, понятное дело, но сексуальную грамоту, знаете, кого не опрашиваем, хотя иногда в ходе некоторых, да, некоторого общения с родителями и с детьми понимаем, что вот, конечно, вот надо бы. И по тому, что мы видим, какие модели поведения проявляются детьми, и по тому, как общаются с ними родители, и вообще, в принципе, какие ситуации в семьях. Мы понимаем, что и грамотность нужна, и, в принципе, какое-то распространение информации о правах обязательно нужно. Этого нет вообще. Люди ничего не представляют, у них нет никакого... И тут не важно, люди из Зимбабве, из Конго, из Афганистана или из Узбекистана, нет никакого представления о том, что вот в этой, действительно, пароль довольно враждебной среде, они все-таки вполне спокойно могут претендовать вот на это, вот это и это. Потому что есть представление о том, что мы ничего... ничему лучше не дотрагиваться, никому лучше не обращаться и сидеть тихо. Поэтому мы очень надеемся, что сейчас какое-то время это все по себе начнет меняться. Если у кого-то есть какие-то предложения о том, как мы можем все вместе это применять, то мы всегда будем всегда рады и называемся вот такие же дети, если только что. Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм, сайт, в общем. Найти нас нужно какого-то. А вам волонтерская помощь? Конечно, да. У нас волонтеров в этом году было 92. Я думаю, что примерно столько же нужно будет на учебный год, который начинается. Это не только, собственно, преподавание школьных предметов детям, которые либо ходят, либо не ходят в школу, но и многое другое. То есть помощь с институционными праздниками, помощь с взаимодействием со школами, какие-то социальные такие вот, то есть что-то типа работы с родителями, какие-то вещи, которые могут облегчить нам доступ в сообщество. А кто у вас фандеразиком занимается? Я. Как и всем остальным. А с каким-то работой? Нам на данный момент, то есть на регулярной основе у нас пока фандеразик есть. Это пока еще не простой. Он пока такой спроничный. Потому что, например, мы там обращаемся, мы любимые, в общем, обращаемся, получаем, нам одобряем государственным правительством мигрантов, но мы его не получаем. Да, это обручение. У нас уходит вообще одно такое странное. Государственный посыл, с одной стороны, говорится о том, что мы не можем бежать без мигрантов, с другой стороны, делается все, что за золотую жизнь. Я вот, честно говоря, вот этого не понимаю. Потому что легализоваться в России — это такой квест, который запасил даже человек в юридическом образовании. Что говорить там? Ну вот мы сейчас устраиваем детей в школы, тех, которые до этого не могли попасть из-за отсутствия родителей регистрации или из-за знания русского языка. А у нас есть какой процент, когда вам доходит? Ну, мы сейчас в Питере всего устраиваем, мы не можем. Понятное дело у нас. И как вот, скажем, мигранты нужны или не нужны? Какую цель-то вы ставили? Непонятно абсолютно. Ну, как бы, в целом. Я слышала, что Голодец, кажется мне, она объявила, что мы слишком много денег и времени тратим на мигрантов. Мы даже зачем-то учим у детей в школах. Нет, мы должны так перекрыть все, вообще въезд. Ну да. Мы въезд открыли и делали все, чтобы они были нелегальны. Мы просто на них деньги зарабатывали. Да. Чтобы рабочая рабочая сила была. Я так и не понял. Вы, получается, как сейчас они инвестируются? У нас есть две частные пожертвования, пожертвования от бизнеса. Но, опять-таки, разные и нерегулярные пока. Вот сейчас как раз пытаются строить регулярные и взаимодействовать с бизнесом. Раз уж у нас зашла речь про пожертвования, тут вот стоит коробочка пожертвований.